Пункт номер пять в решении вчерашней комиссии. Возобновить, начиная с 26 мая 2020 года, деятельность по железнодорожной и автомобильной перевозке пассажиров в международном сообщении со строгим соблюдением следующих мер по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19. Есть очень много заголовков в СМИ, что с 26 мая возобновляется деятельность железнодорожной и автомобильной перевозки пассажиров в международном сообщении. Начал я получать 2-3 часа назад звонки от, например, работников Украинской железной дороги, звонки от работников РЖД с вопросами, а что у нас происходит? Я говорю, что не, не, нас интересует касаемо перевозок. Я говорю, что пошло что-то не так, что ваша национальная комиссия приняла решение возобновить эти перевозки, но мы об этом не знаем. Мы об этом узнали из молдавских газет. Кто-то на одном сайте прочитал, кто-то на другом. Я говорю, так, значит, я звоню на молдавскую железную дорогу. Вы знаете, ребят, вы там запускаетесь, не запускаетесь, каким образом запускаетесь. Потому что тут, кроме того, что нужно дезинфицировать полы, проверять у всех температуру и так далее, значит, еще некоторые абсолютно дебильные пункты, тут ничего нет. Значит, я узнаю о том, что они приняли решение возобновить международные перевозки, но они не переговорили ни с одним из государств, с коллегами из других стран, для того, чтобы как-то скоординировать свои действия. Хочу поздравить комиссию. Вы вашим решением вчера запустили поезда Кишнев-Унгена, Кишнев-Окнется, наверное. Но это точно не касается международных перевозок, потому что в Украине понятия не имеют и в России. И, как бы, если у вас минут 40 назад, в соседней Румынии тоже. Перед тем, как принять это решение, нужно было дать поручение, как бы сделал я. Я бы дал поручение госпредприятию «Железная дорога Молдомы» прийти ко мне с конкретными проектами решений и с механизмами, как эти перевозки будут возобновлены. Я должен был прийти в начальник дороги в рабочем порядке и доложить ситуацию, что по результатам переговоров Украина, например, согласна только на транзит. Россия, как бы, закрыта на карантин, но УАО РЖД идет навстречу. И, например, не хотят они пускать поезда в Москву, но, например, готовы пускать поезда до Брянска или до Калуги. Там Брянск очень большой узел, потому что сотни тысяч наших граждан сегодня там застряли. Кто-то из находящихся в Молдавии, граждане Российской Федерации, так и не смогли попасть в Россию. Значит, переговорил с Украинской Железницей, ребята, может быть, есть украинцы, которых надо прийти, давайте сделаем вагон для украинских граждан. И я уверен, что все бы нашли общий язык.